Всем здорова! Это юбилейная, 10-я часть прохождения мода Ветер Времени. В честь юбилея, я думаю, давайте наберём побольше лайков, чем обычно. Не знаю, сколько, но просто не поленитесь поставить лайк. Спасибо. Не знаю, финальная эта серия или нет, просто, насколько я знаю, ну, во-первых, из того, что я пропустил, я точно знаю, это не квест, это просто пасхалка, это было в Мёртвом Городе. Ну, Мёртвый Город, согласен, я как-то так, чисто мимолетно зашёл, выполнил, ушёл. Но мне показалось, что локация на это и рассчитана. Ну, и по факту так оно и есть, просто, помимо этого квеста, там есть пасхалка, если бы я пошёл по округе, там где-то на окраине есть дом с говорящим зомбированным. Но он просто там некие жалобные вещи бы порассказывал, да, и сказал бы, не оставляй меня, хочу домой. И всё, и он бы просто бродил. Его, по-моему, нельзя никуда привезти, по крайней мере, я об этом ничего не знаю. Чисто такая пасхалочка, и всё. У нас всё ещё висит квест принести артефакт и ломать мясо. В прошлой серии я настрадался с ним, но я всё это повырезал. Невозможно его найти, ну, просто невозможно, я не знаю, где его искать. И причём я не один такой, я погуглил по форумам всяким. Очень много людей завершили игру с незавершённым этим квестом. И, похоже, я буду одним из таких. Ну и всё вроде, я всё ещё записываю серии подряд, поэтому, если я что-то где-то упустил, извиняйте, я это не увижу уже, скорее всего. Возможно, потом доем на стримах, скажем так, да. Ещё, насколько я знаю, поход на радар, это конечное, то есть там потом уже пути назад не будет. Там будет серия квестов, серия приключений, скажем так, да, когда уже всё к финалу будет подходить, ну и, собственно, сам финал. Поэтому вполне вероятно, десятая серия может стать последней, а если и не станет, то мне в любом случае нужно хорошо подготовиться к походу на радар, чем я сейчас и буду заниматься. Ну и чё, пацаны, всё. В финальный долгий путь. Прощай, бар. Я буду помнить тебя. Замечательная локация. Ламповая, атмосферная. И вы, мужики, прощайте. Я так и не понял, нахер вы нужны в этой зоне, но, тем не менее. Я на складах. Тут вроде как у меня тоже никаких дел нету. Сталкин, ты подходишь к барьеру. Не вздумай баловать. Но мы рады принять любую помощь. Продолжить свою помощь лидеру барьера. Ну а вот и, наконец-то, задействовали Кэпа. Сталкин, приветствую. На нас с радара движется колонна монолитовцев. Если они прорвут барьер, то на этом не остановятся. Они пойдут вглубь, доберутся до бара, а там уже, мама, не горюй, что будет. Помоги нам, мы в долгу не останемся. Как пить дать? Винторез протестим. Ну и что? Где отряды монолитовцев? Нам тут еще долго сидеть. Кэп, ты ничего не попутал? Нет, монолитовцы точно были на подходе. Информация точна, как аксиома вещественной прямой. Может, ты в чем-то ошибся? Лично мы здесь никого не видим. Стойте на стрёме, пока я не дам дальнейшую команду. Так, тут какой-то отряд появился, вроде монолитовцы. Но почему они не идут в атаку? Я не вижу у них оружия в руках. Они теперь замерли на месте и смотрят по сторонам, будто они заблудились. Чертовщина какая-то, никогда такого не было. Сталкер, который согласился помогать нам, сходи и выясни, что там случилось. Будь осторожен. Да, действительно, чертовщина. Обязательно. Сталкер, пожалуйста, не стреляй в нас. Мы никому не причиним зла. Вы кто такие? Почему вы в костюмах монолиты и держите путь от радара? Мы очнулись недалеко отсюда. Мы не понимаем, зачем сюда шли. Последнее, что помню, это как был в баре Сторинген, а дальше сплошной туман. Наверное, вы каким-то образом вышли из-под контроля выжигателя мозгов, но как? Я не знаю точно, что с нами случилось, но то, что мы все одеты в экипировку монолитовцев, говорит о твоей правоте, это очевидно. Выжигатель мозгов. Я не знаю, я очень смутно помню, что это вообще такое. Но что, удалось что-нибудь выяснить? Они каким-то образом вышли из-под контроля выжигателя, и это все, что мне известно. И я им охотно верю. Видишь ли, только что мне пришло сообщение от Макса, нашего ветерана. Он со своим отрядом переборозит просторы радара. В смысле, он же лидер... Свободы. Он сказал, что военные взяли силы выжигателя и отключили его. Теперь никакого излучения. Вот это новость. А мне как раз нужно было идти в ту сторону. Что вы сделаете с отрядом монолитовцев? Уже сделали. Я отдал приказ расстрелять их сразу, как ты пришел. Неохота мне париться с какими-то бывшими фанатиками. Не такой человек, знаешь ли. Ну, я понял, какой это человек, Кэп. Урод ты. Он со своим отрядом борозит просторы радара. Он сидит в кабинете. Я только что его видел. Че ты гонишь? Ну что ж, радар. Не знаю, финальная ли локация, но... Среди тех, что доступны на карте, точно финальная. Военные мне враги, верно? Наверное. Блин, так потемнело. Я, наверное, с ПНВ похожу. Сталкер, я видел, как ты ушел в сторону радара. Неподалеку от тебя группа нашего Макса попала в перестрелку. Че? Я ничего не вижу. Их зажали там, короче. Задание отменено добраться до антенн, помочь отряду Макса. А че он там делает? Ты же в кабинете сидел только что. Сумасшедший. Нет, это СОВА. Нет. Мы у тебя СОВА. Мы у нас в своем состоянии. В западне прийти на помощь отряду Макса. По ПДА мне стало известно, что отряд свободился во главе Макса, попал в засаду в районе северо-востока радара. Стоит прийти к ним на помощь и помочь отбиться отопадавших, пока не начался выброс. Но главное, чтобы там выжили, челы, потому что я немножко, этот, подуставший. О, научная аптечка. Ой, хорошо. Отстрелялись. Благодарю тебя за помощь, сталкер. Теперь живого укрытия, пока выброс не убил нас. После поговорим. Ой, блин, чё со звуком? О, так это же ты. Что ж, вновь рот, видите, а сталкер. А чё это у тебя репутация с хорошей да плохой спустилась? Спасибо тебе за то, что пришел на помощь. Хотя бы мы и сами справились с вояками. Даже не знаю, чем тебя отблагодарить. Слушай, ты не в сторону бункера ли путь держишь? Именно, а что ты хотел? Короче, тут такое дело. До выброса мы сами думали сгонять туда под землю, но вскоре узнали, что в самом бункере на последнем уровне дрянь какая-то водится, типа бактерий, газа или вируса. Если вдохнешь его, то тебе хана. Но я слышал, что есть антидот от этой гадости. Он прямо здесь, на радаре. Есть небольшое помещение с кодовой дверью. Там он и должен лежать. А вот код от дверей тебе следует найти у трупов-экологов неподалеку. Какая-то экспедиция ученых-головорезов была здесь. Их, вероятно, убила Химера, так что будь осторожен. Спасибо за информацию. Подожди, парень. Пока мы бежали назад с антенн, на нас тогда уже напали военные. Одного нашего подстрелили, а другого взяли в плен. Я не знаю, выжил ли он после выброса. В общем, сейчас он, скорее всего, должен быть в одном из зданий, если он, конечно, еще живой. Что сейчас там в окрестностях антенн творится, я не в курсе. Мы хотим попробовать взять их штурмом. Отбить вояк. Тем более, операция, как мне кажется, уже завершилась. И там должно быть более-менее тихо. Короче, я бы хотел спросить тебя. Ты был бы не против присоединиться к нашему отряду и отбить нашего товарища? Хорошо, я помогу вам. Замечательно. Тогда следуй за нами и не отставай. Штурм начнем рядом с выжигателем. Все остальные детали обсудим там. Так, я уже третий раз прохожу этот квест. Короче, два раза у меня почему-то эти пацаны исчезали. Сначала они исчезли еще перед штурмом, потом они исчезли во время штурма, потому что я пошел другим путем. Сейчас я решил ровно с ними идти. Но, видимо, теперь все будет нормально. Короче, если будете проходить эту миссию, не вздумайте куда-то отходить от них. Там идти, допустим, через дыру в заборе. Они исчезнут тупо. Ну и квестов никуда будет. Лови лимонь! Отлично, пленник у нас. Все прошло великолепно. Подари сюда, сталкер. Благодарю, чем смогу. Сталкер, еще раз спасибо тебе. Ты нехило нас выручил. Вот, возьми в награду. Если желаешь прикупить чего-то, смотри на наш ассортимент. Мы грабанули арсенал вояк, а сами на себе все не унесем. Если желаешь старягу свою отремонтировать, то иди к паяльнику. Это человек, которого ты спас из плена. Возвращайся в любой момент ко мне. И желаю удачи в дальнейшем. Будете у нас на Колыме? Милости просим. Не, лучше вы к нам. А, то есть я могу закупиться у них там, типа, да? Ну, деньги есть, все есть. Я не против. Только пацаны куда-то заагрелись. Ладно, вы тут тогда пока решаете свои проблемы. Я пойду за этим антидотом. Макс рассказал мне, что в бункере находится смертельный вирус. А антидот непосредственно расположен в одной комнате. Рядом была убита экспедиция ученых. Необходимо найти у них сведения о Коле. А что он мне дал? Чипсы. Чипсы, жаргонное название артефакта. Объект 1986. Артефакт встречается достаточно часто. Рождается в химических образованиях. Повышает устойчивость к химическим аномалиям. Химзащита 3, удар 3, радиация 1. Слабенько, но в принципе, почему бы и не повешать, учитывая, что слоты есть. Экспедиция у нас тут по стандарту в одном и том же месте валяется. База, как говорится. Базированный ученый. Итак, метка стоит. А он же говорил, тут химера на них напала, да? Или что-то такое он сказал. А вон и она. Так, вот оно, доцент Щукин. У этом собаке, на паузу поставлю, ПДА ученого на радаре. Последнее сообщение от Германа. Напоминаю вам еще раз, коллега, нужный нам артефакт расположен в районе упавшего военного вертолета. Подобное образование нам еще ни разу не встречалось. Как найдете, советую вам закругляться. По нашим данным, к вам летят военные вертолеты. Они собираются штурмовать центральный излучатель. Кстати, сообщаю вам, что неподалеку от места поиска расположен вход в подземные тоннели. Мы не знаем их назначения, но есть информация, что ведут они в сторону военных складов. Если рядом с ее входом не заметите никакой опасности, то настоятельно рекомендую вам исследовать их. Код к двери 606-901. Времени у вас до прихода военных еще достаточно. Понятно. А как же артефакт, который они ищут? Интересно, я могу его найти? Там было написано у вертолета. Ну пойдем, чисто так. На разведочку сходим. Так, ну я что-то побегал вокруг вертолета и никакого артефакта я здесь не нашел. Возможно, его уже кто-то забрал, а возможно, его и не было никогда. Что здесь? Аптечки. Забрать препарат, принять вещество. Какое? А, я забрал. СГшка. Ну давай на всякий случай, в качестве запасного варианта, пусть будет. Принять вещество. Ну хорошо, принимаю. Все. Найти вход в бункер управления выжигателем. Что, суета у них вроде прекратилась. Ну-ка. Вот такой у них ассортимент. Давай я куплю у тебя вот это. Артефакты можно купить. Где тот свободовец сплененный, который? Я бы у него починился. Куда он делся? Куда вы его дели? А реально, а где он? Тут 4 человека и 4-й это военный причем. Техник смылся куда-то. Да и эти тоже смываются. Ну ладно, пофиг, проживу и так. В принципе, у меня все в более-менее хорошем состоянии. Просто я думал экзоскелет чуть-чуть подлатать. Ну окей. Раз уж на то пошло. Так, ну найти вход в бункер управления. Ну я думаю, это же... Очевидно, что здесь, не? Вот оно. На лаборатории, кстати, тут другая. 15 человек отмечается. Пройти подземный комплекс. Я оказался в подземной лаборатории под выжигателем. Нужно теперь пройти все уровни комплекса и выйти прямо в катакомбы, ведущие на генераторы. Понял, принял. Зомби, не вставай, не надо, дружище. Оно тебя сожрет. Так, ну что, погнали. Военное здесь, значит. Так, мне же просто пройти подземный комплекс нужно, верно? Мне нужно тут искать какие-то документы или нет? Полковник Некрасов. Послание выдры. А-а-а! Это тот самый военный, который отжал у меня артефакты и деньги. Помните на агропроме? Вот вы суки. Ну вот я и пришел отомстить, как говорится. Артефакты где-то есть, но, видимо, они где-то на нижних уровнях. А еще я слышу стрельбу с мутантами. Там, видимо, будешь против военных. Опа, артефакт. Горгона. Че дает? Ой, блин, дай мне прочитать описание. Восстановление здоровья плюс три, химзащита плюс четыре. Артефакт химического происхождения, внешней формы, напоминающий персонажей из греческой мифологии. Встречается достаточно редко, излучает волны, благотворно воздействующие на человека. Щупальца этого артефакта обволакивают тело и вселяют жизнь в организм. Ужас. Ну ладно. Ну, в реале я бы такое носить не стал. Че-то они там обволакивают, ужас. О, тут есть артефакт в толчке. Маяк. Маяк я, по-моему, уже находил, да, или нет? Да, по-моему, находил. Наверное, вместо чипсов я его поставлю. Ой-ой-ой. Псевдогагант. Его вообще не видно, на самом деле. Допрыгался парень, допрыгался. Артефакт тут какой-то. О, генератор. Восстановление сил дает, давай сюда. А здесь глаз дракона. Глаз дракона так-то тоже, по-моему, неплохой, да? Да, восстановление сил плюс три, но тут также плюс три. И при этом других свойств больше, поэтому. Глаз дракона топ, но я как бы и без него проживу. Хотя, можно вообще вот так вот сделать, да? Опа, все. У меня теперь вообще нормальные силы восстанавливаться будут. Опять путешествие по канавам. Пытаться не разбудить кровососов. Че? На самом последнем уровне бункера под выжигателем я обнаружил орду спящих кровососов. Нужно проявлять предельную осторожность и не делать лишних движений, дабы не привлекать внимание мутантов. А то, что я с фонариком иду, это считается или не считается? Не, я бы, конечно, мог бы попробовать справиться с ордой кровососов, но ладно. Здорово, ну давай насчитаем. Раз, кровосос, два, три, четыре. Не такая уж и орда, я бы справился с ними, я думаю. Пять, шесть, седьмой, восьмой. Так, я отвлекся. Сколько я насчитал там? Ну ладно, не важно. Ну короче, около десятка их тут не так уж и много на самом деле. Канал военный. Кто-то прорывается в сторону генераторов. Приказываю подорвать нижний тоннель. Не надо, дядя! Опа, это что, я уже в самом, на самой, тьфу, блин, на сами генераторах? Да, походу. Подорвали тоннель таки. В центр зоны найти вход в лабораторию. Я добрался до генератора. Теперь нужно найти вход в подземную лабораторию, ведущую в пункт управления осознанием. Кощей. Стой! Ты? Ты кто? В смысле? Я лейтенант Демитов. А ты кто? Почему ты говоришь, как я? Да и выглядишь, как я? Я сталкер, меня Кощеем кличут. Я хотел бы спросить у тебя, что ты тут делаешь? И почему это ты так на меня похож? Я направляюсь к лаборатории осознания, так я тоже туда путь держу. Слушай, я не особо понимаю, что со мной произошло в прошлом. Видишь ли, каким-то образом я оказался в темной долине среди сталкеров. У меня лишь какие-то отдельные картинки и воспоминания в голове. Я помню, что я уже был в зоне, что я довольно опытный сталкер, но как-то этот пазл в единую картину мне никак не удается собрать. Я тщательно пытался узнать, что со мной произошло. Меня просто нашли в радиоактивном болоте неподалеку от лагеря. Что до этого было, я не знаю. Я стал разбираться подробнее. Проникал в лабораторию, искал любые документы, расспрашивал разных сталкеров, но все было тщетно. Потом до меня дошли слухи, что военные в подземельях агропрома нашли какие-то документы и по ним начали операцию по взятию выжигателя. Но я и подумал, что нашли они что-то очень важное, раз затеяли такую крупную операцию. Но и потом я подумал, вдруг им удастся установить контроль над антеннами. Но излучения в любом случае тогда быть не должно. И через проводника я вышел на этот радар, через лес срезал себе путь прямо к бункеру. Пока военные там расстреливали кого-то, я под шум проник между ними и вот добрался до генераторов. А потом услышал какие-то взрывы. Прихожу сюда, а тут ты и тоннель завален. Я хочу разобраться в том, что есть такая зона, почему после похода стрелка она не исчезла и тут ли это стрелок на самом деле. Что если зона его покарала и скажем запрограммировала распространять ложные сведения о ней. Я надеюсь найти ответы на мои вопросы в бункере управления осознанием. А вот кто ты такой, я совершенно не понимаю. Вдруг ты мой брат близнец. Вон голос у тебя такой же как у меня, да и выглядишь просто идентично. Как ты вообще узнал, что на генераторах есть осознание? Может ты слышал о профессоре Каланче? Очень известный профессор, специалист по выбросам. Я фантастическим образом повстречался с ним на болотах, хотя долговцы на свалке уверяли меня в том, что нашли его мертвым на выжигателе. Так вот он мне все и рассказал. Этого не может быть. Я с Каланчу и сам говорил в Лиманске. Он мне тоже рассказал о генераторах и о осознании в частности. Так вот почему в баре Герман и Барман так странно глядели на меня, когда я спрашивал у них про Каланчу. Оказывается это ты, да у меня уже спрашивал о них. Странно это все. Мы выглядим идентично, говорим предельно схожи, да и идем в центр зоны ради одной цели. Странно, что мы с тобой не встретились случайно. И что же мне с тобой делать? Лично я не желаю мириться с тем, что рядом со мной стоит мой клон. А вдруг ты еще одно проявление зоны и принимаешь мой облик, пытаясь запудрить мне мозги, чтобы я вернулся и не узнал ответы на свои вопросы. Вдруг ты моя галлюцинация? И что ты будешь делать? Хотя я не уверен, что ты что-то смертное, но до гарантии я тебя пристрелю. Постой, ты что делаешь? Конченый, просто конченый. Вот он мой галюн. Ну мой двойник, о котором я слышу на протяжении игры некоторое время уже. Жесть, ладно. ПДА Кащея. Первые заметки и сообщения начинаются от октября 2014 года. Одна из последних заметок. Не понимаю совершенно, кто я такой. Вроде бы в прошлом я какой-то сталкер. Вот сейчас у меня в памяти какие-то очертания Припяти. Какая-то группа военных передо мной мелькает. Какая-то затонувшая посудина. Не знаю, что все это значит. Несколько раз терял сознание. Видел странные сны, будто бы не сны-то были, а реальные воспоминания. Вот один из них. Иду по лесу какому-то. Вдруг голова болеть начинает. И тут у меня третья рука вырастает. Потом мое тело раздваивается. Ноги отказывают. Потом просыпаюсь. Хрен его знает, что все это значит. Понять бы, кем я был в прошлом. Ладно, слыхал в баре, что военные отжали документы у какого-то одиночки. Потом волокли его без сознания куда-то. Интересно, связано ли это с тем, что в сторону радара пустили военный десант на вертолетах. Даже не знаю. Надо бы раскопать об этом инциденте побольше информации. Но что-то я вообще не понимаю на самом деле, что к чему. Не до конца, скажем так. Я встретил наконец своего клона. Спросил у него все, что надо. Но картина не складывается. Ладно, двигаемся дальше. На Х-16 похоже, кстати. Ой-ой-ой-ой, школьники. Мне наверх, наверное. Просто в похожей комнате был. Они тут почему-то одинаковые некоторые комнаты. Но по логике я сейчас должен выйти там, где я думаю. Лаба тут такая есть небольшая. Вышел я там, где я задумал. Ночь, правда. Блин, я бы не хотел игру ночью завершать. Нихрена же не видно вообще. Так же неинтересно. Но и поспать при этом негде. А ПНВ, ПНВ нихера не дает. Так, тут же мины где-то. Но на входе вроде их не должно быть здесь. Причем я, по-моему, с дерьмового в ходу зашел. Или нет? Ладно, я за будку спрячусь. Ладно, вроде я больше никого не вижу. Спускаемся. Найти ключ от входа в лабораторию. Судя по всему, дверь на входе в лабораторию закрыта на код. Нужно обыскать тела монолитовцев на привет наличия информации об этом коде. Понятно, монолитовцы еще какие-то там, я слышу, остались живы. Мужик, может у тебя? Блин, не у тебя. О, нашел. Плутон. Записка Плутона. Первая часть кода от входа в запертую область. 1, 2, 4. Вторую часть забрал Гадис. Его искать у северного блокпоста. Ладно, пойдем. Ну, свет фонарика тебя спалил, к твоему сожалению. Кто из вас гадис? Ты. Вторая часть кода от входа в запретную область. 656. Первую часть забрал Плутон. Понятненько. И что у нас получается? 124, 656. Пой, он принял. 124, 656. Да. Ой, что это за дверь? Так, мне же наверх или куда? Нет, мне сюда. Найти пункт управления осознанием. Я в лаборатории. Стоит искать встречи с пунктом управления осознанием. Ой, неизвестная сущность. Что? Неужели кто-то пришел сюда? Я не могу поверить, что из внешнего мира занесло сюда кого-то. Как же я долго жду своего часа. Я сижу здесь уже 16 лет. 16 лет в заперти без возможности выхода наружу. Ты точно не моя иллюзия? Ты реальный человек? Что? Ты кто или что? О, что тебе надо от меня? Я же прямо перед тобой. Но неужели ты тоже меня не видишь? Это все ведь вы со мной сотворили. Вы, люди, сделали из меня невидимого монстра. Я здесь теперь всегда один. Общаюсь сам с собой. Полностью невидим. Всегда. Ок, а я при чем? Оружие достать не могу, кстати. Печально. О, гроза. А есть? 39-й калибр. Есть. Давай заберу. Так, ну куда идти, я думаю, мы примерно знаем, да? Но это финальная комната. Я ее искалу в Чернобыле знаю. Опа. Ты зачем сюда ко мне пришел? Я не понимаю, что ты от меня хочешь? Мне нужно проникнуть в комнату управления осознанием. Нет, туда ты не пройдешь. Я тебя не пущу туда. Сначала дай мне насладиться разговором с живым человеком. Целых 16 лет в заперти. Целых 16 лет одиночества. Ты даже не представляешь, в каком экстазе сейчас от того, что сюда наконец зашел живой человек. А вдруг я смогу снова стать живым? В буквальном смысле. Что если я снова смогу стать видимым и глотнуть свежего воздуха? Как тогда, когда меня еще создавали. Ты только посмотри, что эти твари сделали со мной. Жил себе человек. Не мешал никому. И тут нати. Насильно захватили и сюда приволокли. В колбы свои затолкали. Аппараты ржавые выставили в мое лицо. Потом изуродовали до такого состояния, что я вовсе перестал видеть себя. Но и до такой степени я озлобился, что разломал свою клетку. Куда эти шакалы меня застунули после опыта. Всем им шеей свернул. Чтобы было неповадно. Всем свернул. А как выйти отсюда, я не знаю. Меня словно что-то держит. Тебя создало осознание? Ну кто же еще по-твоему? Я же знаю, что ты хочешь сделать с осознанием. Считаешь, что если отключишь аппарат, кому-то сделаешь лучше? Может, ты мне сделаешь лучше, если избавишься от этих гнид, которые меня и породили? Нет. А что если это лишь начало? Вдруг я смогу завладеть твоим телом? Что если я снова смогу стать живым и жить как полноценный человек? Ты хоть немного прочувствуй, как я настрадался, сидя тут один в запертии и ни с кем абсолютно не общавшись. Как ты собираешься взять себе мое тело? А вот, смотри как. Э, а что мне делать? Да почему я оружие-то не могу доставать? Ну короче, он тупо издевается надо мной. Просто пропусти меня в комнату управления осознанием и все мирно закончится. Я же тебе уже сказал, что нет. Ты ни за что туда не проникнешь. А вот на самом деле ли ты реальный, кстати? А вот давай мы это сейчас проверим. Понятно, опять он меня сюда засунул. Пошел ты в жепу. Завладеть моим телом не выход. А вот что ты еще предлагаешь? Я тебя даже не спрашиваю, хочешь ты этого или нет. Ты видишь, что я совершенно выжил из ума. И я не такое могу с тобой делать. Я твое сознание просто уничтожу и завладею твоим телом. Ты этого даже не поймешь. Наверняка есть другой способ облегчить твои страдания. Ошибаешься смертный. Я долго ждал такого, как ты. И наконец удача повернулась ко мне лицом. Ладно, он в любом случае меня все-таки кидает. А что мне нужно сделать? Я не понимаю. Так, я выбежал, меня телепортировало в другую комнату. Я выбежал, меня снова в какую-то жопу телепортировало. А, мне нужно наверное через лестницу выйти. Или что? Ага. Полтергейсты сдохли в аномалии. Прочувствовал всю боль? Я с тобой не такое могу сотворить. Ну-ка смотри на это. А вернее дыши глубже. Не надо пердежного газа, пожалуйста. Ой, мне хреново становится. Че делать? Куда бежать? Я вас ненавижу, людей. Сдохни, сдохни, тварь. Даже не смей приближаться ко мне. Где я? Пси-излучение? Да мне похер. Здоровье кончается, это плохо. Аптечки надо использовать. Ай-яй-яй, куда идти? Где я? Я в столовой какой-то вроде. Опять я в какой-то жопе. Опа. Вот теперь ты хоть частично понимаешь, через какие страдания мне пришлось пройти, пока осознание меня создавало. И все-таки у тебя сильный инстинкт выживания. И как же мне тебя убить? Постой, не надо меня убивать. Что-что? Еще как надо. Как же я заполучу тебя, когда в одном теле два сознания жить не могут? Сдохни! Иди в жопу. Дай выбраться из дыры. Ну, точнее, дай прыгнуть в дыру. А, а, не могу. А может через лестницу? Ать-ать-ать-ать-ать-ать. Нет. Меня все равно сюда несет. Хорошо, убей меня, твоя взяла. Что-что? Ты вправду хочешь отдать мне вот так вот просто свое тело? Да, только дай мне перед этим отключить осознание от питания. Ах, вот ты как. Провести меня вздумал. А ну, получи за это, тварь. А я не понимаю, что я тут должен сделать. Короче, я погуглил. Ой, все зависит от того, какой вариант я выберу. И вариант, который нужно выбрать, на самом деле, довольно странный. Но, что поделать. Короче, нужно выбрать. Убей меня, твоя взяла. Просто бери мое тело и все. Да что ты. Нет, это же неинтересно. Не причиняй тебе боль за все мои страдания. Ну так что? Знаешь, я, похоже, в очень ужасном свете перед тобой предстал. Я же при жизни был далеко не таким. Да и сейчас я не такой. Ну, в плане, в глубине себя, где-то там. Ну, ты понял. Короче, понимаешь? Устал я от такой жизни. Устал и все. Смертельно устал. Нет, я не стану тебе причинять боль. Ты уж извини меня за мое безумие. Но ты сам пойми мое положение. 16 лет в заперти и в одиночестве. Да еще и ты себя не видишь. Да я бы и сам был рад уничтожить это осознание. Но я не могу туда попасть. Так же, как и наружу выйти. Слушай, можешь для меня последнюю просьбу выполнить? Какую? Эх, как же я скучал по живому общению. Но нет, я никогда не буду живым. Жить в теле другого человека, мне кажется, очень глупая идея. Отключи эти установки, и я, наконец, обрету покой. Меня питают эти колбы с учеными. От них я получаю всю необходимую энергию. Они создавали меня в надежде, что я буду их идеальной охраной и их цепным псом. Буду оберегать их от посторонних лиц. Но хрен эти твари дождутся от меня. Ты выполнишь для меня мою просьбу, верно? Ради тебя я готов это сделать. Хорошо, твой ответ принят. Отправляю тебя на последние испытания. Если пройдешь его, то считай, путь свободен. А если нет, то значит нет. Вот так. В общем, решил я тебе дать шанс на спасение. Перед тобой два телепорта. Один отведет тебя в пункт управления осознанием. Второй отведет тебя к очень долгой и мучительной смерти. Я не знаю, как с тобой поступить. Отпустить или забрать твое тело себе. Поэтому я доверяю твою жизнь судьбе. Ок. Сука. Ну, естественно, а как иначе? Ну что ж, уничтожить осознание? Найденные колбы с учеными, необходимо отключить их от питания. А чё, а где это делать? А, вот, на каждой колбе есть рычаг. Так, вырубаем. Вам это больше не потребуется. Я так думаю. Всё? Нет, вот ещё последний. Недостаточно энергии для поддержания работоспособности установки. Снова желаю вам здравия, товарищ Демидов. Каланча? Снова ты? Что ты тут делаешь? Ты ещё не понял? Я не Каланча. Я вовсе не человек. Учёный давно погиб возле выжигателя. Долго все правильно опознали тело. То, что видишь перед собой, лишь проекции людей, которые когда-то были агентами осознания. Слышал что-нибудь о проекте Сталкер. Объясни мне, что происходит? Зона уничтожена? Что за агенты? Я буду говорить о себе в третьем лице. Мне трудно объяснить. Короче, я на паузе буду считать, потому что звук выкрутили на всю громкость, и я самого себя не слышу. Мне трудно объяснить, кто я такой или что я такое. Но давай скажем так. Я сама зона. Я общаюсь с тобой напрямую через голограммы. Тебя использовали, чтобы ты освободил зону из-под стражи её создателей. Зона не уничтожена. Своими действиями ты сделал её лишь во много раз мощнее и сильнее, как никогда. Агенты – это рабы осознания, которых посылают на различные грязные дела в зону. Каланча, Шрам, а также Лебедев, о котором ты мог слышать. Бывшие агенты осознания. Последние два, ещё два года назад, были посланы в зону на грузовике смерти со стёртой памятью убить стрелка. Но все они погибли. Меня же послали в зону предотвратить выброс. Получается, всё напрасно? Тебя никто не посылал в прошлое. Никакой машины времени нет и никогда не было. Ты точно не слышал о Лоцмане. Был проводник такой, который ненароком угодил в лес мозголом, пока совершал переход от Юпитера к Лиманску. Нехило его осознание там воротило. Всякие вещи вытворяло. Пробовал он там порядка шести часов и даже выброс там переждал. А затем вышел совершенно другим человеком. Была возможность прислать его сюда. Отключить осознание, дабы освободить меня. Для Лоцмана, пока тот пребывал в мозголоме во время выброса, я создал голограмму лесника. Он ему и приказал прийти на выжигатель в дневное время, пока он выключался на переохлаждение. Ему чётко объяснили, как попасть прямо к панели, миновав кордоны монолитовцев. И ты представь, он добрался живым и абсолютно невредимым. Но тут случился этот проклятый самопроизвольный выброс, которые в то время были чуть ли не каждый день. Когда он отключил антенны, выброс мощным потоком словно присосался к этим антеннам. Так как произошел дисбаланс энергетических потоков и выброс хлынул прямо в подземный бункер. А Лоцмана просто уничтожила на молекулы. Перед своей смертью он увидел себя в четырёх проекциях. Словно четыре его двойника. А сама установка в выжигателе спустя время самопроизвольно включилась. Эти видения проекции в его сознании каким-то образом отразились на реальности. Произошёл пространственный разлом. И создались в реальном мире четыре двойника этого Лоцмана. Один появился уже мёртвый в радиоактивном болоте на агропроме. Второй вовсе без памяти оказался на кордоне и погиб в рыжем лесу. Третий появился в тёмной долине с обрывками воспоминаний о своём сталкерском прошлом. А вот четвёртый стоит прямо передо мной. В твоём мозгу ровным счётом всё перемешалось из тех вещей, которые были в голове у настоящего Лоцмана. К слову, даже сам Лоцман желал знать, почему зона не исчезла, когда стрелок покинул Припять. То, что ты военный, это лишь воспоминания об армейской молодости и срочной службе в Чечне. Машина времени, это лишь твои фантазии, мечты, воспоминания, обрывки из советских кинофильмов. Ты вот сам подумай. Институт времени, это лишь отражение лаборатории Х-18 под тёмной долиной в твоём воображении. Все её обитатели, это те люди, которые когда-то видел Лоцман в своей жизни. Лейтенант Соколов, доцент кафедры, армейские знакомые. А Демидов, это настоящая фамилия Лоцмана. Ты просто видел сон, который казался реальностью. Ты ведь проснулся уже в подвале Лиманска. Может, ты и забыл этот момент? Или не уделил ему должное внимание? Допустим, твоё будущее всё-таки существует. Тогда как ты объяснишь то, что все военные, которых ты видел, носят бронежилеты старого образца, все со старым оружием 100 летней давности? Да и самому тебе дали просто никакующее снаряжение, ещё и поломанное. Посылать бойца в зону с таким арсеналом просто самоубийство. И сама лаборатория представляла собой один большой бардак. Это всё просто уму непостижимо. А что насчёт тебя? Когда произошёл большой выброс в 2011 году, о котором ты, вероятно, мог слышать, случился резонанс. Он дал зоне широкий спектр новых способностей, в том числе создание призраков-двойников. Но создавать можно было лишь иллюзии умерших агентов. Ты, наверное, думаешь, почему Лоцману привиделся именно лесник, хотя он даже не агент о сознании, да и сам он живой. А потому что иллюзия агентов не удавалась должным образом контролировать. Словно меня что-то сдерживало. С лесником особый случай. Когда он в первый раз угодил в пространственный пузырь, создался его материальный двойник. Клон без воспоминаний. Ты, вероятно, сталкивался с такой историей. Но вот тот двойник был особенный. Он появился прямо здесь, на генераторах. И ты прикинь, мне получалось телепортировать его и заставлять говорить те вещи, о которых его просят, слово в слово. Лишь было одно большое но. Он очень быстро умер. Однако мне удавалось создавать его иллюзию в голове человека, который попадал под воздействие выброса. И лишь только тогда, словно иллюзии, питались энергией от выбросов. И тут, спустя целых три года, мне подвернулся идеальный случай. В лесу мозголоме, да еще и во время выброса, оказался Лоцман, который стремился узнать больше о зоне. Это был блестящий шанс подослать его сюда. Заранее запрограммировав и объяснив подробно, как ему пройти сюда через выжигатель. Когда случился еще один выброс, но уже на выжигателе мозгов, то мне удавалось создавать двойники более свободно. Так сказать, получалось манипулировать ими так, как нужно было именно мне. Что касается тебя, то у тебя в сознании отобразились те вещи, о которых тебе ранее рассказали. Да и у другого двойника загорелось желание прийти в самый центр зоны. Это был еще один шанс для меня, повторный. Мне было даже неизвестно, кто из вас придет сюда первым. Вот так вот вами манипулировали, обоими. И вы ни за что не должны были встретиться друг с другом. И да, это чисто случайно так сложилось, что вы встретились в подземелье, и один из вас не дошел сюда. И все-таки из-за меня выброс и случился, и у сознания тут не причастно. Именно. Забавно вышло, да? Но ведь ты и не мог предвидеть такого финала. Я надеюсь, что даны ответы на все твои вопросы. Перед смертью ты имеешь право знать это все. Теперь же тебе остается наслаждаться началом конца прямо в первом ряду. Приятного просмотра. Этот звук мне пофиксит, спасибо. Продолжение следует... Новиков. Сталкер, ну и наворотил же ты дело в зоне. Мама, не горюй. Очень плохо, что мне не удалось остановить тебя. Новиков, это ты? Да, я. Как только я узнал, что ты полез на эти генераторы, так я сразу ломанулся за тобой, так как я заранее знал, с чем тебе придется столкнуться, и какие из этого вытекают последствия. О чем ты говоришь? Видишь ли, когда-то давно я работал на проект осознания, а об этом прошлом я предпочитаю не говорить и даже не вспоминать. На этих вот так называемых генераторах и расположен основной комплекс осознания, а ты его взял и отключил, тем самым выпустив зоны из-под их контроля. Еще, когда я слышал, как ты якобы Германа и Бармана спрашивал дважды про Каланчу и даже как-то говорил с ним, хотя он уже давно мертв. Я сразу заподозрил что-то неладное, но решил, скажем так, подкопать под тебя и выяснить, что ты за существо такое. Возможно ли ее еще как-то остановить? Зона еще достаточно слаба, так что шанс остановить ее есть. Вот поэтому ты здесь. Знаешь, что это за место? Это, можно так сказать, резервный генератор. Вы осознание знали, с чем имеют дело, и поэтому заранее подстраховались и создали запасной энергетический комплекс в случае выхода зоны из-под контроля. Более мощной установки, чем генераторы, нет. Однако питание оно должно получать минимум от одного энергетического блока. Таких всего два. Один из них ты уничтожил, остался второй, резервный. Что мне нужно сделать? Мы вместе с тобой это сделаем. Короче, слушай меня. Сейчас мы спускаемся на этаж ниже, и я подаю электричество. Потому как знаю, как тут все устроено. Да и механик по специальности. Потом быстро запущу блоки, а ты меня прикрываешь. Затем спускаемся на самый нижний уровень комплекса, там я включаю генератор. Потом идем в комнату центрального управления и с твоей помощью включаем установку. Если у нас все получится, зона будет уничтожена. Нужно быть крайне осторожными, потому как хрен его знает, какая фауна оттуда питает. Ну что, готов? Вперед. Интересно, я уж думал, все, финал. Ладно, погнали. Последний шанс прикрывать Новикова. Все-таки выброс случился по моей вине. Никакой машины времени нет, никакого профессора Демьяненко не было и не будет. Это все было в моем воображении, будто бы сон. Все перемещение во времени я сам в своей голове придумал. Когда же случился выброс, меня чудом спас Новиков, который узнал о моем походе. У него родилась идея остановить зону путем запуска резервного генератора в другой лаборатории. Понятно. У Новикова Скарг, кстати. Готово. Осталось врубить последний генератор. За мной, прикрывай меня. Блин, по строению это как Лаба Х-18, только как будто тут этот, ремонт другой сделали. Или нет? Слушай, я ошибся тогда, потому что это какая-то немножечко другая лаборатория. Возможно, просто измененная. Ибо я не помню настолько глубокого спуска. Так, булеры. Давайте без буллинга обойдемся. Да будет свет. Теперь скорее в комнату центрального управления. Нужно запустить установку. Подожди, я беру рунахерачу. Ну что-то не получается у меня. Так, ты куда убежал? А ну стой. Время 3 часа ночи. Чем мы вообще занимаемся? Я слышу, где он стреляется. Сука, я заблудился. Как так? Ну только я так могу облажаться, блин. Во, вроде я пришел. Короче так, я подаю тебе свет. Ты тем временем включаешь установку в этом же помещении. Панель управления находится... Что? Где она находится? Все зависло. Панель управления находится справа от входа. Прямо у окошка верхнего балкона. Подойди... Подойди к ней и запусти ее. Где? Че? Я ничего не понял. Запустить установку. Питание подано. Комплекс готов к запуску. Без тесновиков следует запустить резервные генераторы. И предотвратить рост зоны. Ясненько. А, вот. Запустить установку. Все. Я не сразу увидел. Зажидать настройки системы. Последняя стадия запуска генераторов завершена. Следует дождаться окончательной установки оборудования. А, вон, смотри, свет врубается. Давай, смотри, че. Все. Поговорить с Новиковым. Установка благополучно запущена и работает. Теперь нужно поговорить с Новиком и посоветоваться насчет дальнейшего плана действий. Есть. У нас все получилось. Да уж, не перестаю удивляться тому, что ты добрался сюда. Ты единственный, у кого это получилось. И все же кто ты? Мне кажется, что я тебя уже где-то видел. Кажись, на Юпитере еще до того, как свернули бункер. Может быть, сталкер Лоцман? Точно. Это же ты, бродяга. И как я тебя сразу не узнал? Видать, надоело уже сталкеров туда-сюда водить. Захотелось перемен. Да уж. Говори мне спасибо, потому как если бы не я, то уже сгнил бы ты под выбросом. Благодарю тебя, Новиков. Что теперь делать дальше? Возвращаемся назад. Ты прикинь, новость. Только что на ПДА сообщили, что когда произошел выброс, в баре прямо из ниоткуда целое кирпичное здание образовалось рядом со старой фабрикой. А в нем несколько десятков невооруженных людей в грязных плащах. Некоторые без глаз, немые. Кажется, их база находилась в пространственном пузыре. И именно их шумы мы слышали на протяжении вот уже нескольких месяцев. Это прямо как база моего бывшего клана «Чистое небо». Приду в бар, проверю, что же там за дела творятся. Ну а что тебе делать, я даже не знаю. В зоне столько всего не исследованного, не открытого, а говорят, что мощные выбросы новые территории открывают. Интересно, что же поменялось на Затоне и Юпитере спустя год после Выжигателя? Ты бы мог направиться сейчас прямо туда, я более чем уверен, что дорогу ты помнишь, как свои пять пальцев. Ну а теперь что ж, тут наши дороги расходятся. Всего тебе наилучшего. Прощай. И еще раз спасибо тебе за мое спасение. После предотвращения роста зоны и пережитого сильнейшего шока, Демидов продолжил жизнь того лоцмана, который подозрительным образом погиб при попытке отключения Выжигателя Мозгов. Когда он пришел на Затон, многие стали признавать в нем того лоцмана, который когда-то за символические суммы водил сталкеров на разные территории. Конечно, стать другой личностью ему было совершенно непросто, он словно находился в состоянии амнезии, другие это тоже замечали, но критичного отношения к нему не испытывали. Однако он не сдавался и всеми силами старался жить жизнью того самого лоцмана. Спустя некоторое время, Демидов как-то освоился в среде сталкеров и остался на Затоне. Узнав, что последний выброс на генераторах открыл проход на Восточной области, на территории Беларуси, он вместе с другими сталкерами отправился туда. Новую местность окрестили Вороньим, логовом из-за обильного скопления ворон на ней. Там он постепенно и осел, и даже повстречал своих старых знакомых, которых повидал на южных землях зоны. Выжигатель был окончательно уничтожен группой военных. Бункер полностью зачищен, а функция установки на самопроизвольное включение ликвидирована. Стремительно растущее число сталкеров покидает группировки Долг и Свобода по причине бессмысленной вражды. Оба клана находятся на грани исчезновения. Наблюдается формирование небольших, независимых групп нейтралов со своими определенными правилами и распорядками. После того, как все излучение на заводе Янтарь стихло, профессор Сахаров покинул зону. Теперь на Большой Земле, во благо человечества, он работает в составе группы экологов, которые представляют интересы научных открытий, совершенных на территории зоны. После ухода из Лиманска, Сатрап вместе со своей группой покинул ряды наемников и присоединился к числу вольных сталкеров. За символическую цену он торгует разной информацией, также предлагает услуги проводника, который теперь вводит в новую открывшуюся территорию Воронье логово. Лаборатория Германа и Озерского на заводе Росток достигла выдающихся результатов. По сей день оба ученых проводят различные научные исследования. Сталкер из Рыжего леса по прозвищу Гера, после смены лидера группы, отправился в сторону кордона. Когда военные покинули его, он вновь организовал деревню новичков и стал ее вожатым. В баре воцарился совместный бизнес всех торговцев. Ранее известный барыга ЗОП теперь по взаимной договоренности с остальными продавцами предлагает сталкерам особый ассортимент, который включает различные примочки для оружия, артефакты и различные части мутантов. Лиманский заповедник в Рыжем лесу перестал быть загадкой для сталкеров. После проведенных исследований профессора Сахарова удалось полностью изучить аномалию. Теперь сталкеры проходят его с большой осторожностью. С помощью найденного артефакта леснику удалось победить свою страшную болезнь, а для остальных он незаметно помолодел. Сам же Демидов окончательно погрузился в сталкерское окружение и даже заработал определенный авторитет среди новых людей. Он вновь стал проводником и теперь водит сталкеров в куда более опасные земли, не составляя многим проводникам конкуренции. Хоть он и не знает досконально, кем он был ранее, но в данный момент его это не сильно волнует. Новая жизнь его полностью устраивает. Из сталкеров кто-то называет его по-прежнему лоцманом, а кто-то, кого он повстречал в период последнего похода к центру зоны, Демидовым. И кто знает, какие сюрпризы ему еще преподнесет зона. Редактор субтитров А.Семкин Ну все, мод пройден. Стоит ли мне что-то говорить по поводу этого мода? Я думаю, ну не считая того, что концовка немножечко, я хотел сказать, подслита, но сюжетный поворот в конце, то что типа, кто я есть, да, то что это на самом деле не прошлое и так далее, и так далее, это все выглядело довольно здорово. Я думаю, всем с этим модом все понятно в общем и целом, то что это просто отличнейший мод, образец, как должен выглядеть настоящий хороший мод на сталкер. Ладно, всем спасибо за просмотр, господа. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые прохождения по сталкеру. Вступайте в группу, заходите в телегу, все есть в описании. Также есть ссылка на плейлист, если вы не видели каких-то серий. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok